мы может быть об этом после поговорим сейчас вы требуете да требую извольте послушайте вы допускаете что человек скованный по рукам и ногам цепями может так поддаться чувству что забудет обо всем на свете забудет о жизни которая гнетет его забудет о цепях которые его сковывают но потом потом наступает прозрение и холодный рассудок говорит ему что эти цепи разорвать невозможно что же это за цепи такие с вами я разделю любую нож я скрипач король ты чего делаешь альф-музей что делает максю но эта история такая сложная темная длинная тут и островский и рязанов ну получилось так ну что делаешь ладно пойдем передачи делать а 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 Добрый день, Василий. Добрый день, добрый день. Мы рады вас видеть в нашей передаче, очень рады, что вы согласились. Взаимно. Спасибо, что пригласили. Я зачитаю короткую справку, вы скажете, все ли правильно в ней. Послушаю, с удовольствием. Варионов Василий Сергеевич закончил Поморский государственный университет по специальности лингвистика и дипломатическую академию при МИДе России по специальности международные отношения. Основатель – владелец российско-норвежского консалтингового агентства Red Star Consulting и Центра поддержки творческих индустрий «Футурист». С 2016 года директор Поморской филармонии и Фонда развития культуры Архангельской области. Все верно, все верно. Отлично. Ну, у нас вот даже уже начиная с биографии тогда будут некоторые вопросы, но прежде мы хотим в качестве такого вступления к нашему разговору рассказать небольшую историю, которая была связана с нами лично в городе Архангельске. Ой, с удовольствием послушаем. Наша программа называется «Поединок плюс». Как вы знаете, это название нашего дуэта. Да. Мы очень надеемся, что в октябре этого года, несмотря ни на что мы все-таки к вам приедем, сыграем концерт. Ровно 10 лет назад мы, ну почти ровно, месяц. Тогда слова «плюс» не было. Да, и тогда слова «плюс» не было. 10 лет назад мы были в Архангельске и играли последний концерт нашего тура, который состоял из большого количества концертов. Концерт проходил 30 марта, по-моему, да, или 31-го? 31-го. Да. На следующий день Максим родился ребенок. 1 апреля прямо. Понятно. Это случилось и не в Архангельске. Вот мы успели прилететь буквально там. Но мы уже были перед Архангельском, еще в Северном Дивинске. Играли... Играли в филармонии, да, в кирхе? В кирхе, да, конечно. И тогда была еще знаменитая, легендарная среди музыкантов квартира рядом с кирхой. Да, было такое. Которая нас, собственно говоря, и поселили. Вот. Отчего Максим пришел... Там сначала было не так. Нас сначала поселили в отель. По-моему, да. В первую ночь мы ночевали в отеле. Ну, нормальный отель, чистый, главное, был. На набережной, да, наверное? По-моему, да. Да-да-да. Такой новострой был какой-то. Да-да-да. На следующий день нам сказали, что ну это сегодня, а завтрашнего дня вы будете в квартире, которая прямо рядом с кирхой. Там 10 метров. Так, так. Я помню это ощущение, когда мы вошли в подъезд. Это было страшно, потому что я, у меня очень, вот это вот, вот это все, что вот понюхать, оно у меня... Рецепторы, да, у вас обостренные. Они у меня вообще какие-то такие не очень нормальные. Я уже, входя в подъезд, я понял, что мы будем жить среди всех каких-то только животных, какие можно домашних придумать, но некоторые живут в доме, потому что ты хочешь этого. Понятно. Вот. И дальше я говорю, Карен, можно я не буду даже заходить? Он говорит, да ладно, подожди, зайдем, посмотрим. Я помню, что даже ощущение, что вот это, даже я дверь не хотел открывать. Мы зашли, я понял, я говорю, все, мы отсюда уходим. Сто процентов мы здесь не будем оставаться, потому что, ну, невозможно. Вот. Мы вернулись в кирху, там, и я помню, что... Репетировали. Мы просто вот после концерта, а самолет был, типа, там, 6 утра, что-то такое. Мы просто вот после концерта останемся здесь, там, какой-то был метр двадцать диванчик. В гримеровке, да-да-да-да-да. И уедем сразу, да? Мы останемся там, вот, неважно, что будет происходить, но я туда не пойду, туда. Понятно. Невозможно. Там, где запах крыс, это тараканок, я не знаю, что там. Вот. Отыграли концерт? Отыграли концерт, все было хорошо. Там потрясающая акустика, по-моему. Это правда. Это правда. Это об этом отдельно. Хорошая, большая сцена такая. Ну, в общем, все хорошо. Вот. То есть, с точки зрения профессиональных, у меня никаких там претензий не было. Вот. Да и у зрителей не было, в общем-то, после концерта, ну, во всяком случае, нас никто не закидал. Никакими помидорами, а яйцами. Вот. И после концерта к нам подходит, сколько-то там людей, я не помню, сколько, ну, тут подходит. Поздравляю, там, все. Подходит, девочка говорит, спасибо, я вот альтистка, там, в общем, здорово, все. И у меня что-то такое интуитивное во мне произошло такое. И я ей говорю, а вы после концерта куда идете? Она такая, ну, мы незнакомы. Да-да. И она говорит, домой. А я говорю, а вы, ну, одна там, муж, и она говорит, ну, муж, дети там. Я говорю, вы можете позвонить мужу и сказать, что мы сейчас к вам поедем выпивать и праздновать, собственно говоря, наш концерт. Видимо, я как-то это очень убедительно, настойчиво сказал, что она позвонила мужу, как-то что-то там поговорила. Я говорю, вы только не волнуйтесь, мы все сами купим. Я у вас там приготовлю. Так. Посидим и уйдем. Ну, просто время, ну, как бы концерт закончился, а нам еще надо как-то до утра дожить. Конечно, конечно, конечно. Ну, мы там купили каких-то определенных алкогольных напитков, там, курочки, там, закупились и приехали. Я помню, ну, в общем, я так понимаю, что после вот этого дома и где-то уже потом уже олени, ну, то есть мы приехали куда-то. Понятно, край города самый, да. Ну, это было все неважно. Мы в любом случае, как бы, были среди людей, среди тепла. Гостеприимных людей. Да, очень, очень. Нет, ну, это же надо еще представить, что, да, вваливаются два вот таких вот человека со сцены прямо. Муж на концерте не был, была только она. Мужа не было на концерте. И вся история, вот, собственно говоря, сейчас... Мы сейчас даже не знаем, кто муж и вообще, что сейчас будет происходить. Открывает, собственно говоря, дверь нам ее муж. Здороваемся, знакомимся. И он говорит, о таре. А я, собственно говоря, все свое детство провел у бабушки с дедушкой в Грузии. Так. Ну, я понимаю, что явно, ну, как бы, оттуда. Человек должен, хотя мне всегда очень странно, когда там мы в Мурманске там приезжаем или куда-нибудь, вот куда-то на север приезжаем. И там живут армяне, грузины. Мне всегда это непонятно, что они там делают. Потому что я не понимаю, как можно самостоятельно взять и захотеть и поехать туда, где нет солнца. Я вам расскажу потом, как можно это сделать. Вот. Не, ну, бывает все-таки, но вот жить там... Вот. И, ну, хорошо. В общем, мы зашли. Я там быстрее на кухню, потому что уже голодный. И выпить хочется вот это все. Холодно. 31 марта, у вас же там еще зима, я так понимаю. Ну, конечно, что вы. И весной не пахнет еще в эти дни. Ну, вот нам так и тоже показалось. Поэтому алкогольные напитки были из скрепких. Так. Вот. И вот уже, значит, курочка вот она. И мы садимся за стол, я, значит, все там поставлю. И мы начинаем общаться, и я задаю вопрос от Ари, а как так получилось? Ну, понятно, что не беломорец, как бы, судим. Он говорит, ну да, я вот, у меня родители... А я говорю, откуда? Ну, он так, ну, из Грузии. Ну, я-то как бы сам оттуда. Я же понимаю, что Грузия, она большая. Большая, конечно, конечно. Я говорю, ну, хорошо, а откуда конкретно? Он говорит, ну, из Абхазии. Я говорю, ну, хорошо. Откуда? Самое интересное сейчас, я сразу скажу, что у меня в жизни уже три раза были такие разговоры. И три раза они всегда заканчивались одним и тем же. Это очень прикольно, потому что это невероятное. Само по себе, вот как можно в таких... Потому что следующая история была со мной, произошла в Бейруте. Сейчас вот такая же история, как эта, зашла в Бейруте. Ну, почти. Так, так. То есть, где Архангельс, где Бейруте, где... Конечно, конечно. И он дальше говорит, ну, о Чимчире, типа, ну, откуда ты знаешь такой город? Я говорю, ммм, о Чимчире, говоря. А на какой улице, говорю, вы жили? И он говорит, так вот, меня же смотрит, Сухомское шоссе. И тут у меня уже, знаете, у меня вот такие вот мурашки. И я говорю, а дом-то какой? И дальше он говорит, дом, как сейчас не будем говорить, какие цифры. В общем, это через три дома от нашего. Да вы что? На той же стороне. Да вы что? Их дом был напротив дома мамины самой близкой подруги. Да вы что? Ну, как бы, это вот достаточно маленький пятачок. И у нас рядом, и мы жили, это центр города, и рядом стадион. И потом, после стадиона море, и на этом стадионе, и вокруг этого места, всегда собирались все пацаны. Конечно. И мы играли в футбол. Вот. Мы играли в футбол, и один из нас, вот, кто в этой компании был, Виталий Дороселли, сын Виталия Дороселли, который был в Динамо Дверисе. Да, да, да. Легендарный футболист. И мы все, вот, все, сколько там нас было пацанов, мы все, и то есть я все детство провел с ним, мы, естественно, друг друга не узнаем, но мы жили в одном и том же месте, нас туда привозили на каникулы на летние, мы жили там наши бабушки и дедушки, да, в общем. Понятно. Но вы никогда не пересекались там, в Абхазии? То есть вы жили... Нет, я говорю, мы пересекались, но как бы, это не близкий вот был. Понятно. То есть вы могли встретиться, но никогда, естественно, не опознать друг друга визуально. Мы играли в футбол там. Понятно. Это, конечно. И вот так вот, и вот уже мы, конечно, там... А, да, мы, я помню, мы хорошенько выпили. После этого уже было за что выпить. Так. Ну и так, конечно, было. Вот. Я, кстати, понимаю, о ком речь идет, о ком вы говорите. Да. И после этого, значит... Ну, я не думаю, что у вас в Архангельске, а в Атаре... Нет, да, да. Флитнист. Да, 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 да. Их не так много здесь. А если точнее быть один. После этого мы вернулись уже в таком теплом состоянии в кирху, и у нас еще было часа где-то, наверное, три до выезда. И уже мне очень хотелось спать, и что-то разболелась голова. А вот этот вот персонаж, который напротив меня сядет, Харен Шагалден, ему захотелось помузицировать. Так. И он все это время, вот до нашего выезда, он в этой кирхе играл все, что только мог вспомнить на скрипке, и радовался, как здорово играть в пустой кирхе ночью там. Действительно здорово. А мне его хотелось спить, потому что я хотел спать, и вот это вот все вместе, это ужасно было. Василий, у нас от Архангельска огромное количество самых разных и только хороших воспоминаний. Сколько раз вы там были, сразу спрошу вас? Я один раз был, я был раз очень много. Я с детства лет... На моей памяти два раза даже вы были. На моей памяти, да, за три года. Да, от этого я регулярно приезжал. Поэтому мне есть что рассказать, с чем сравнить и что спросить. Понятно, понятно. Понятно. Но хотел бы спросить о воспоминаниях, и как-то все-таки... Все должно быть хорошо. Очень было хорошо в север-двенске, только я помню. 17 октября. Мы очень ждем эту дату, да. Это уже приобретает, знаете, некий символический характер. Эти даты любые, да? Октябрь, сентябрь. Ты не веришь, что это когда-то будет, и ты не веришь, что что-то может случиться в эти дни. Ну, мы так уже за последние два месяца приучены к этому. Но мы надеемся, мы оптимисты. Мы руки санитайзером смажем. Да, да, да. И не один раз, да. И до, и после, и во время. Василий, с чего хотим начать? Мы, конечно, когда готовились, а мы все-таки хоть как могли, но готовились к интервью. Мы не журналисты, но мы стараемся. На что я лично надолкнулся в ваших высказываниях? Есть несколько словосочетаний, которые вы часто используете. Как определений, что такое филармония. Вы часто говорите, что филармония – это мультикультурный центр, открытая филармония, филармония лайт. То есть, ну вот, всякие вариации на тему слова филармония. Производные, да. Да. Насколько я знаю, и это сейчас уже известно, вы уже три с половиной года, получается, да, филармония? Осенью четыре года уже будет. Да. Вы очень много сделали для того, чтобы вот это вот устоявшееся довольно понятие слова филармония и весь тот флер, который есть вокруг этого слова, привычный, да, чтобы от него в хорошем смысле избавиться, расширить понимание этого слова, что это такое. Для чего вы это делаете? То есть, вам недостаточно того накатанного, скажем так, пути, когда афиша, музыка, публика, да, то есть, ну вот, стандартный путь, да? И не боитесь ли вы потерять, что называется, какую-то основу вот за расширением вот этого такого формата, скажем так? Я понимаю ваш вопрос, я сразу хочу уточнить, что речь должна идти не о том, что мы избавляемся от чего-то, а мы что-то добавляем. Это тот самый базис, это самая надстройка, которую мы пытаемся создать. В данном случае очень важный момент о том, что речь идет именно о надстройке, да, вот базис, основа филармонической деятельности остается неизменной. Мне, наверное, здесь, с одной стороны, помогает и проще от того, что я сам не музыкант. Вы зачитали, да, я лингвист, международник, я не являюсь музыкантом. Это, с одной стороны, конечно же, большой минус, потому что какие-то процессы именно производственные, творческие мне понять не дано, но в то же время, наверное, я немножко стою над ситуацией, и я понимаю, наверное, ее немножко, как бы, я стою над ней сверху, и вот эти все внутренние музыкантские темы, они очень важны, но я их отдаю на откуп тем людям, которые, собственно говоря, в этом понимают, этим занимаются. А я и по профессии, и по опыту, и по своей деятельности чаще всего занимался всегда проектами развития, да. Вот недаром, когда мы занимались консалтинговой деятельностью, наша основная работа заключалась в том, что мы помогали западному бизнесу в Россию приходить и выстраивать свои планы здесь, да, то есть мы занимались бизнес-девелопментом для норвежских, финских, немецких компаний, и чаще всего это были проекты социальной ответственности, вот эта corporate social responsibility знаменитая, да, которая существует на Западе и уже украинена, и в России никогда не было. Я вот все время занимался проектами, которые были направлены на какие-то моменты нетрадиционного развития, не то, что идет по каноническому, по такому некому догматическому пути. И мне это всегда было интересно. И придя в филармонию, я сразу предупредил министра культуры Архангельской области, которая меня на эту должность и позвала, о том, что я хотел бы многое изменить, но не уничтожить, естественно, а более того, придать этому какое-то там новое ускорение. И отсюда пошли дополнительные проекты, отсюда пошли немузыкальные проекты, потому что, вот мне кажется, в современном мире мультиформатное учреждение культуры – это единственное, что может выжить. А это ведь еще мы говорим о том времени, которое было до нынешнего, до карантинного, кризисного и так далее. Мне кажется, дальше это будет еще более актуально. Отсюда, собственно говоря, все эти начинания, отсюда, собственно говоря, все эти проекты по развитию. Но самое главное, я никогда не трогал и не трогал основную базовую деятельность. Я всегда говорю, что в любом случае, в общем, скажем так, в процентном соотношении нашей деятельности 60-70% занимает филармоническая деятельность в каноническом понимании этого слова. Просто видна больше деятельность, о которой вы говорите. Потому что эти проекты, они видны, потому что они необычны, но их не так много. И поэтому, когда меня пытаются упрекнуть в том, что я полностью видоизменил и изменил филармонию, я говорю, посмотрите, откройте любую нашу афишу любого месяца, вы там увидите 60-70% классических традиционных программ и только какое-то небольшое количество проектов джазовых, проектов литературных, проектов театральных, проектов по искусству, фотовыставок и так далее. Этого будет не так много, но это, конечно же, виднее всего. Вот вы сами, кстати, стали немножко уже предвосхищать мой второй вопрос про упреки. Есть такое отношение к классической музыке как к чему-то невероятно серьезному, как к делу требующему погруженности, сосредоточенности, что во многом действительно правда. Абсолютно. И то, что вы говорите, вот дополнительные какие-то возможности филармонии, более там ее широкое позиционирование в обществе, это в каком-то смысле открывает двери более широкому количеству людей. Вот в это вроде как бы очень такое закрытое сообщество. Так как вы не музыкант, упреки тех людей, которые считают, что филармония должна быть вот только такая, да, то есть только любители поздних квартетов Бетховена и все остальное это уже как бы ширпотреб. Ну, я утрирую, но тем не менее. Упреки людей вот этих вот к вам, вы воспринимаете как-то лично, как какой-то такой вызов, да, и нужно ли с ними дискутировать, или вы должны быть уверены в том, что вы делаете, ну, в каком смысле не обращая на них внимания? Мне кажется, надо всегда дискутировать. Я никогда не оставляю ни один упрек, не оставлял без внимания, да, потому что пройти мимо и сказать, нет, мы будем двигаться дальше, там что-то происходит, это караван идет, я так не работаю, я всегда стараюсь все равно наладить коммуникацию, стараюсь понять то, что происходит, да, это потому что это просто, я как управленец понимаю, что это мне необходимо, если останутся какие-то мины замедленного действия, которые будут на пути, это же в любом случае риски. А из своей, опять же, бизнес-деятельности я понимаю, что минимизация рисков – это один из главных бизнес-процессов, любые риски, их надо просто, их нельзя убрать, но их можно минимизировать. А вот эти риски, о которых вы говорите, минимизация в коммуникации, именно в объяснении того, что то, что происходит, не причиняет вреда основной деятельности. Опять же, видите, какой момент, Архангельск – не такой большой город, вы знаете это, да, 320 тысяч человек сейчас, большая агломерация, если мы берем Северодвинск и Новодвинск, это порядка 600 тысяч, а ценители классической музыки есть, это очень такой серьезный, надежный пул людей, которые ходят на все наши концерты, настоящие поклонники, но он не такой большой. Почему, например, наш камерный зал – 340 мест? Этого нам именно для классических программ хватает. Раньше у филармонии был большой зал филармонии, который сколько-то лет назад забрали, да, там теперь находится Дом народного творчества. Вот для классических концертов 350 человек для Архангельска – это, в принципе, вот такая емкость и такая capacity, которая, собственно, является идеальной. Мы всех этих людей знаем наизусть, мы знаем, со всеми с ними знакомы. И все они достаточно, во-первых, вы сами знаете, публика филармоническая – это публика чаще всего пожилая, это интеллигенция творческая, техническая, в Архангельске очень много таких людей, и Северодвинск, да, все-таки предприятия крупные обороны, это такая белая кость инженерная, да, очень много людей, поклонников. Мы их знаем, они все это понимают, тут самое главное просто налаживать диалог и говорить о том, что это не несет никакого вреда. Вначале они, конечно же, испугались, когда я пришел, очень многие люди были упреки, пришел человек не из музыкальной сферы, да, который занимался культурой, да, который занимался творческими индустриями, да, который понимает бизнес-процессы и понимает, как управлять. Но как же он будет заниматься управлять коллективом, где большая часть являются музыканты, да, причем классические музыканты? Я постарался максимально эти страхи сразу же каким-то образом нивелировать в людях именно тем, что я постоянно со всеми разговариваю. У меня большая часть, в начале особенно деятельность была в разговорах, я пытался доказать, объяснять, я тут же сделал большой план развития филармонии, где первыми пунктами сказал все, что было, остается неизменным. Я имею в виду основная деятельность, те люди, которые у нас работали, остаются работать. Мы не, побоюсь этого слова, не потеряли ни одного музыканта, ни одного человека из творческой администрации, который занимается процессом. Это я тоже считаю очень важно, потому что все эти люди, они работают, если они работают, они, получается, все-таки одобряют тот курс, который осуществляется, и они работают, и я надеюсь, они чувствуют себя комфортно. Какие перед вами были поставлены задачи в тот день, когда вам, когда вы сказали, да, я согласен стать директором филармонии, и какие задачи после этого, после того, как вам поставили, когда вы уже пришли на эту должность? Какие задачи вы уже сами перед собой поставили? Вы знаете, задачи, как таковы, передо мной не ставились. Но мне сразу объяснили, что ситуация складывалась таким образом, объективно совершенно, что в филармонии до моего прихода за год-полтора сменилось три директора. Это были совершенно объективные обстоятельства, потому что один из директоров стал министром культуры, и, собственно говоря, она меня и позвала потом в филармонию, потом один директор стал заместителем министра культуры, и люди были немножко в состоянии такой подвешенности. Они видели, что постоянно менялись руководители, и, конечно, это немножко настораживало, немножко выбивало из колеи. Поэтому для меня самое главное было показать, во-первых, стабильность. Я пришел, я пришел всерьез и надолго, и пока я не добьюсь каких-то значимых результатов, я не уйду. То есть мне было важно показать, многие люди очень сомневались, они говорили, ну, вы поработаете у нас полгода и уйдете, да, потому что вам будет неинтересно, это немножко не та сфера, которой вы занимались. Вот уже прошло три с половиной года, почти четыре, но это для филармонии, для нашей Архангельской достаточно большой срок. Конечно же, были в 60-е, 70-е годы руководители, которые управляли филармонией дольше, но в последние годы это, наверное, самый большой срок. Я сам удивляюсь, что я так долго уже являюсь директором филармонии. И для меня самого это было неожиданно. Я не загадывал, сколько я проработаю, но я четко понимал, что я хочу сделать. А вот то, с чего вы начали наш разговор, именно этого я хотел сделать, чтобы она немножко по-другому стала позиционироваться в культурной сфере Архангельской области, чтобы они стали говорить в России не как о классической... Я понимал, знаете как, опять же, это такой некий принцип маркетинга, бизнес-маркетинга, планирования. Многие филармонии... Это очень сложно выделиться, а в современном мире вот маркетинг территории, маркетинг учреждений культуры — это одно из самых главных. Поэтому, чтобы что-то выделиться, надо было сделать что-то необычное. И мне показалось, что самым простым вариантом было бы сделать, собственно, то, с чего мы начали наш разговор. И поэтому я с самого начала предупредил, что я буду вводить такие определенные нововведения. Причем самое интересное получилось, знаете, я столкнулся с таким противодействием даже не то, что со стороны зрителей и не со стороны работника филармонии, а даже вот органов власти. Я через три месяца сказал, давайте поменяем фирменный стиль филармонии, потому что то, что был уже морально, на мой взгляд, устарел, он такой с начала двухтысячных, его никто не менял, потому что никто вообще не считал, что как бы вот обложка, да, вот эта вот условная упаковка имеет какое-то значение. Вот имеет значение то, что происходит внутри. А как филармония позиционирует себя, как она выглядит, не имеет значения никакого. Я так не считаю. И первым значимым действием, вообще это было почти с первых того, что я сделал, я сказал, давайте полностью менять фирменный стиль, будем стараться быть современными, будем стараться быть такими вот минималистичными, воздушными, с необычными там цветами. И как только мы поменяли фирменный стиль, об этом на следующий день доложили губернатору Акангельской области. И он на планерке, мне рассказывали на планерке в правительственной планерке, один из вопросов, который он понял, что там происходит в этой филармонии, всегда жили хорошо, у всех было замечательно. Теперь пришел какой-то молодой парень, устроил там какие-то изменения, поменял фирменный стиль, зачем он поменял логотип, что происходит, люди недовольны. Но министр культуры меня тогда очень защитил, она сказала, нет, он видит, у него есть свое видение ситуации, пусть он делает как он считает нужным, за что я, кстати, ей благодарен и ему благодарен на тот момент, потому что он хмыкнул и сказал, ну ладно, пусть они там занимаются чем-то, что есть, но для меня это было важно, знаете, поднять флаг над кораблем и сказать, вот мы теперь такие, логотип фирменный стиль, это флаг, который пилармония поднимает, может ничего другого не измениться на тот момент, пока. Но вот если мы поднимаем этот флаг, мы говорим, ребята, мы начинаем меняться, и для всех это становится самой видимой частью того, что происходит. А вот дальше все остальные изменения уже проще, потому что, когда люди приняли вот это, все остальное стало приниматься гораздо интереснее. И потом люди всегда ведь воспринимали кирху, вы ее знаете, как абсолютно академическое пространство, где может звучать только классическая музыка. Мне говорили, это акустический зал, это правда абсолютно, это один из самых лучших на северо-западе России акустических залов. До недавнего времени у нас был самый северный орган в России, теперь в Мурманске есть, мы теперь утратили это звание. Я говорю, ну вы знаете, акустический зал, он прекрасен не только для концертов классической музыки, он прекрасен, например, для творческих вечеров. И с тех пор у нас побывала масса интереснейших людей, там от кинорежиссера Сокурова, кинокритика Долина, писателя Шендеровича, которые выступают в зале. Для них это тоже, кстати, было удивление. Для многих известных московских людей они приходили и говорили, слушайте, а мы что, правда будем выступать в этом зале, вот это орган, и я буду впервые... То есть мне половина из этих песков сказали, мы что, мы впервые выступаем в таком красивом зале. Обычно ведь концертный зал это что-то такое более утилитарное, классическое. Вот пришел Юра Сапрыкин, посмотрел, сфотографировал и говорит, это самое красивое место моего выступления когда-либо, где я выступал. Я говорю, замечательно. И вот эти выступления собирали больше людей, чем многие классические концерты. Ну да, очевидно, да, и люди говорили, слушайте, мы никогда не думали, что в зале кирхи можно проводить встречи, лекции, поэтические баттлы, помимо классических концертов. И многим это очень понравилось. И мы стали это делать. Мы даже вплоть до того, что там кинопоказы иногда делали. С Сакуровым, кстати, как было? Ой, с Сакуровым было очень сложно. Великий человек, соответственно... Он приезжал специально к вам или это было? Он приезжал специально к нам. Получилось как? Сакуров всегда, как мне рассказали, хотел... Могу, да, говорить? Да, да. Хотел побывать в Архангельске. Для него, кстати, для многих людей Архангельске – это конец, как винтэссенция настоящего русского духа, где сохранилась традиционная культура, где сохранилась деревянная архитектура, где русский дух, где Русью пахнет. Вот это вот все. И он никогда не был в Архангельске. А тут подвернулся случай, что от Николая Солодников, который канал «Еще не позднер», да, который ведет на Ютьюбе, мы с ним подружились, и он говорит, я очень хорошо знаком с Сакуровым, давай его привезем тебе, учитывая то, что он сам хотел побывать. И мы привезли Сакурова, и вот и тогда мы устроили кинопоказ в Кирхе, на что многие сказали, ну, Кирха, это же не может быть кинопоказ, но был полный зал людей за два дня, по-моему. Мы сделали билет 100 рублей. Это была наша сознательная позиция, открытая библиотека. Максимум количества людей должны быть, получить возможность посмотреть. Мы не могли сделать его бесплатно, потому что, сами знаете, надо просто быть уверенным, что эти места заполнятся. Вот поэтому хотя бы минимальная цена билетов, 350 билет, рублей, ой, 350 мест. И он вышел, он точно так же оценил наш зал, он провел замечательную, совершенно такую небольшую лекцию про себя как режиссера, показал фильм. И это было, конечно, колоссальное такое событие для Архангельска, потому что фигуры такого масштаба, конечно, нечасто у нас бывают. На что, кстати, очень многие мне, мои коллеги, с такой небольшой, ну, как бы, тут конкуренции это не назвать, ведь есть же люди, которые занимаются там кинематографией в Архангельске, театром. Мы немножко, мы дружим, конечно, но каждый старается что-то сделать интересное у себя, там, в театре, в музее. И мы так вот перехватывая известных людей, вот, а у меня сейчас Сакура, а другие, ой, слушай, как здорово, с одной стороны, а с другой стороны, мы тоже хотим, и у нас постоянно эта конкуренция, нас так немножко подзуживает. И, кстати, это, собственно говоря, драйвер развития, мне кажется. Конкуренция всегда драйвер развития. Скажите, пожалуйста, то, что у вас опыт в бизнесе, да, был, когда вы пришли в филармонию. У вас есть задача продать, у вас есть задача получить выгоду от концерта, потому что, ну, например, приезжает человек, ну, мы с Кареном как раз вот обсуждали, когда вопросы, он говорит, Архангельск – это одно из немногих мест, где платят музыкантам. Мы как это, мы объездили всю страну, знаем, где платят, а где не платят. Во многих филармониях вообще считается, что ты музыкант, поэтому тебе дают зал, и будь счастлив. И так тебе хорошо. Да вы что? Удивительно. Ой, зря я это сказал, сейчас вы восклицаетесь. Да вы что? Да вы что? Я не знаю. Он говорит об уважении. То есть всегда же, я уверен, что есть способы найти вариант, как заплатить, потому что, ну, это профессия. Я считаю, что если труд неоплачиваемый, то к тебе и отношение такое же. И, кстати, это так часто очень не бывает. Я чуть-чуть даже добавлю то, что чуть-чуть расшифрую, скажем так, что говорит Максим. То есть есть филармонии в стране у нас действительно, которые просто сознательно отказываются, допустим, от гастролирующих приезжающих музыкантов и обходятся либо своими силами своих артистов филармонии, либо переходят, в принципе, на поп-мужику, допустим, зарабатывая деньги. Ну, то есть можно и так. Есть филармонии, которые там вообще переориентируются на что-то другое. Ваша филармония и до вас, и с вашим приходом, она все-таки выдерживает определенную такую стандартную качественную работу по привлечению и программ интересных, и артистов разных. То есть поддерживает процесс, что называется. Я хотел бы сейчас ввязать то, что только что говорили по поводу билетов за 100 рублей. Вы это делаете для чего, билет продавать за 100 рублей? За 300 неужели бы не пошли? Сознательная позиция. Удивительно, знаете как, я сам не ожидал от себя, вот я скажу, чего не ожидал от себя. Я пришел из бизнеса. Естественно, мы говорим про бизнес-процессы, доход, прибыль, как одни, собственно говоря, из основных. Вот на этом строится бизнес, да? То есть бизнес без извлечения прибыли – это уже не бизнес, это уже нечто другое. И мне казалось в самом начале, что все здесь в филармонии надо поставить точно такие же рельсы, наладить бизнес-процессы, по сути, чтобы это была машина, такой конвейер, в том числе и для зарабатывания денег. А потом, когда я погрузился, я никогда до этого не работал в бюджетной сфере, это прямо бюджетная сфера. Я понял, что устроено все совершенно по-другому. Очень часто неправильно, естественно, бюджетная сфера устроена, потому что патернализм у нас в стране чрезмерен. На мой взгляд, это совершенно так. Но я понял, что я не могу в полной мере все те бизнес-процессы и те подходы перенести на филармоническую деятельность. Люди, которые ходят к нам, очень часто это пожилые люди, а, соответственно, это пенсионеры, да, у них просто нет возможности сделать, точнее, я не могу позволить сделать дорогой билет, зная, что многие бабушки покупают у нас билет, откладывают из пенсии у себя специально, и у них есть ежемесячный такой лимит на походы в филармонию, да. Извините, я не говорю о том, что давайте бабушек не пускать, потому что дорогие билеты. Всегда можно по пенсионным удостоверениям продавать билеты дешевле. Просто это не то, что у меня какая-то обида, я просто всегда хочу от управленцев понять, вот почему они делают, например, цену на какую-нибудь ужасную попсунку из-за какие-то бешеные деньги, и при этом люди идут, да, и если бабушке захочется, она тоже пойдет, кстати, и никто ей за пенсионы дешевле не сделает. Да, да. А на классику почему-то можно вообще почти за даром. Я сейчас не говорю о том, что отношение к самим музыкантам, допустим, скажем так, в московской консерватории, к тем, кто там работает, на них продают билеты, а они сами ничего не получают. У нас очень много разных примеров, и, к сожалению, то, что я вижу, все эти примеры сводятся к тому, что цена пониженная, очень сильно заниженная, да, она во многом создает отношение к нашей профессии, понимаете? То есть есть звезды, на которых в Москве люди готовы и 35 тысяч рублей отдать, да? Ну, можно и за 100 рублей какой-то, ну, не за 100 в Москве, не за 100, но 500-800 где-то так послушать, в общем, тоже концерт. У нас какая есть цена, вот у вас есть в филармонии какая-то вот цена на билет, которая не должна быть обидна музыкантам, и из-за которой, вот вы говорите, там, пенсионеры, а есть у вас люди бизнеса, которые, может быть, они бы и пошли бы на концерт, но они когда видят, что цена за 100 рублей, они подумают, что это там за такое происходит, что 100 рублей. Я понимаю ваш вопрос, я понимаю ваш вопрос. Это очень интересно, потому что вы сейчас как раз как бы рассуждаете с другой стороны улицы, да, как со стороны музыканта, как он смотрит на эту ситуацию. Извините, мы с вами на одной стороне вообще-то. Нет, нет, я имею в виду, вот смотрите, в данном случае я имею в виду, как люди, которые имеют отношение друг с другом в плане мы вас приглашаем, вы приезжаете, я вот в этом имею в виду. Да, конечно, сообщество одно, это вы правильно говорите. Тут это очень хороший момент, и я на него бы, знаете, как ответил. Да, цена, вот отвечая на одну часть вашего вопроса, да, есть какие-то достаточно устоявшиеся фиксированные цены на билет, которые являются для Архангельской филармонии понятными, приемлемыми и понятными, самое главное, для наших зрителей. При этом я не знаю, вот вы сейчас задали очень интересный вопрос, именно являются ли они приемлемыми для музыкантов, да, для музыкантов. Вот это вот важный момент. Вот, например, цена билета 500, 600, 700 рублей для Архангельска является, пожалуй, базовой. Базовой. Если, тут ведь все зависит, знаете как, экономик, в данном случае, я все равно, конечно же, экономику любого концерта не могу не учитывать, потому что, вот я вам скажу, как устроена в двух словах экономика в поморской филармонии театра любого учреждения в Архангельской области. А весь бюджет, который дает нам государство в виде государственной субсидии, он покрывает порядка 70% наших прямых издержек, да. Это фонд оплаты труда частично, это коммунальные расходы, это содержание здания, налоги. 30-40% из фонда оплаты труда мы зарабатываем сами. То есть 60% нам субсидирует государство, 40% мы зарабатываем сами. Если мы не будем зарабатывать, государство нам эту неполучную прибыль, оно не компенсирует. И люди, я, кстати, очень многим пытался как раз в филармонии, музыкантам, это было непонятно для очень многих людей изначально, вот люди получают фиксированную заработную плату, условно 40 тысяч рублей. Они считают, что это 40 тысяч рублей заработная плата, это то, что дает им государство, потому что они работают в бюджете. А я, когда разобрался в этой структуре, говорю, послушайте, из 40 тысяч рублей государство вам дает 28, а 12 мы зарабатываем сами. Если вы думаете, что мы можем ничего не делать, у вас всегда будет 40 тысяч рублей, это не так, потому что мы обязаны зарабатывать, потому что если вы хотите сохранить вот такую же фонд, такую же заработную плату, как у вас было, мы обязаны это делать самостоятельно. Вот тут мы не можем не учитывать экономику. Опять же, конфликт интересов возникает определенный. С такой ценой билета, 500-600 рублей, это небольшая цена билета. Мы очень часто вообще работаем иногда на грани рентабельности, просто потому что мы понимаем, что вот соберите наш зал по 500 рублей, 300 человек по 500 рублей, вы получите всю доходную часть, и вы при этом понимаете расходную часть, та, которая, собственно, является себестоимостью, и то, что являются гастрольные гонорары, проезд, проживание. Мы работаем очень-очень в таком, сказал бы, достаточно узком коридоре, и мы ограничены нашим залом. У нас, в отличие от других филармоний, которые вы упоминали, которые могут проводить там поп-концерты и прочее, наверное, существуют для этого свои большие площадки. Мы вынуждены, даже если мы хотим провести какой-то другой концерт, мы вынуждены арендовать их. Мы арендуем их у театров, мы арендуем это, например, в концертном зале. У нас очень ограниченная свобода действий, помимо нашей собственной площадки. Иногда мы хотели бы развернуться пошире, но не можем, потому что тот зал не наш, нас туда пускают на определенных условиях, у них свои программы. Будь у нас свой зал большой, наверное, мы бы так и делали. Вот в Советском Союзе с Архангельской филармонии, как и с многими другими, было именно так. Был большой зал филармонии, где проходили эстрадные концерты, и они давали 96% дохода филармонии основного. От классической музыки было 8%, поэтому с распадом СССР все эстрадные концерты ушли на независимые промоутерские компании и так далее. А Севердвинский дом офицеров, он входит в филармонию или у них это отдельно? Нет, это все отдельно. И вы у них снимаете, вы берете у них аренду под ваши же концерты? Конечно, конечно. Мы вынуждены арендовать любой другой зал, кроме кирхи. Мы берем любой зал в аренду. Конечно же, у нас, если мы берем зал в аренду тоже у бюджетного учреждения, например, у театра, у нас свои условия будут внутри. Но все остальные залы мы берем в аренду по коммерческой стоимости, полноценной коммерческой стоимости. Вот пришел организатор концерта Димы Билана, и пришли мы. Зал в аренду, например, какой-нибудь концертный зал М-33, будет для нас в одну и ту же стоимость снять этот зал. Весело. Подождите, но это разве не регулируется Минкультом? Нет, в том-то и дело это не регулируется Минкультом. Подождите, две секунды. Если зал, который снимается, принадлежит, допустим, театру, театр государственный, он принадлежит Минкульту, я имею в виду. Если государственный, да, это регулируется. Но у нас таких залов не так много. У нас очень много концертных площадок независимых. И вот там это не регулируется ничем, кроме, собственно говоря, желаний и аппетитов самих владельцев этих концертных площадок. Но вы же уже наверняка какой-то большой проект отправили государству, чтобы вам что-то большое построили, красивое. Или государство говорит, что это нерентабельно? Вы знаете, государство, к сожалению, региональные власти, мы не можем третий год добиться полноценного... У нас камерный оркестр, вы знаете, да, канцехиалурманический камерный оркестр. Чтобы его расширить хотя бы до эстрадно-симфонического, мы подавали заявки, мы понимали, что мы хотели, у нас были амбиции, у нас есть понимание того, где мы возьмем музыкантов. Нет денег даже на расширение состава камерного оркестра. Это область глубоко дотационная, к сожалению, да. Это Архангельск, это не Екатеринбург, к сожалению. Поэтому я, когда смотрю на какие-то классные инфраструктурные проекты коллег в других регионах, я просто молча плачу. Сейчас, Карен, я сейчас быстренько... А вы не пытались договориться, например, с военными, так как у вас там их много? Так. Я просто сейчас быстро... У меня сразу бизнес-план возник. Так, давайте. Дело в том, что у военных всегда много всяких оркестров. Да, это правда. А если вам как-то с ними объединиться, получать... Потому что у Минобороны-то денег-то побольше. Это правда. Под этот новый военно-инструментально-камерный архангельский кирхов филармонический оркестр... И одновременно Беломорской военно-морской базы. При этом они все будут в погонах. Если это как-то так все соединить, то, может быть, и получит у вас хороший... Мы соединяемся. Вы знаете как, мы соединяемся, но и соединяемся в разовых проектах, да? Вот у нас есть, например, оркестр МЧС духовой. Есть оркестры Беломорской военной морской флотилии, которые в Сиродвинске находятся. Они приезжают, они становятся там духовой секцией, они становятся частью. Но объединить вместе невозможно, потому что этот вот кадавр, вот такой филармоническо-миноборонный, никто на это никак, к сожалению, не пойдет. Никто не пойдет. А потом непонятно, в каком звании должен быть Василий тогда. Да-да-да. Походу. Вот такое. То есть надо определить. Это как классный чин, да, знаете, параллельно военные чины и гражданские. Он не может быть майором, допустим, да? Он должен быть сразу как-то... Нет, майор я не могу, я согласен. Например, очень много обработок уже давно существует для военных оркестров. Да и вот тот же самый Буштелец, латвийский композитор, он некоторые свои произведения делает для военного оркестра духового, потому что очень хороший оркестр в Риге, и он свою музыку делает для них. Я к тому, что вам, может быть, и можно поплотнее с ними там общаться. Хорошо, спасибо. Мы в каком-то потрясающем темпе разговариваем, у нас время уже почти все пролетело, но есть чего вопросов хочется задать. Так как вы не музыкант, я вас могу этот вопрос вам его задать, ответа ждать, что называется, на него. Вы делаете очень много разных проектов, как мы выяснили, не музыкальных в Кирхе. А почему тогда вы считаете или не считаете, что музыка должна занимать главенствующее положение в филармонии? То есть, допустим, если вы придумываете много успешных проектов литературных, допустим, встреч с писателями, с актерами и так далее, и они проходят в филармонии, ну вот на протяжении года, гораздо успешнее и интереснее, чем концерты классической музыки, к примеру. И вы понимаете, что это направление, оно для города и для филармонии гораздо интереснее. Вы в этот момент будете делать какой-то организационный, что называется, вывод? Да? Почему? Мужика должна быть главной? Или, может, не должна? Не знаю. Я на этот вопрос себе ответил, знаете, когда, Карен? Я ответил на него практически сразу, и с тех пор позицию, наверное, не менял. А я не имею права не делать музыку главной. Вот если я не музыкант и чего-то не понимаю, это не означает, что я имею право быть могильщиком чего-то, что, собственно говоря, мне не подвластно и непонятно. Я для себя сразу решил, что это все равно ну такая внутреннее понимание и внутренняя стратегия. Я не хотел бы, чтобы потом сказали, когда я рано или поздно перестану быть директором филармонии, вот он пришел, все изменил, а то, чем филармония изначально должна заниматься, она перестала заниматься. И как это вернуть назад с новым, например, руководителем, уже будет непонятно. Хотя, знаете, вот у меня иногда посещают такие мысли, говоря про филармонии в российском понимании этого слова, да, вы ведь очень много гастролируете, вы очень много ездите по другим странам, вы понимаете, что филармония в российском понимании и такого нигде нету, вот такого образования, как оно присутствует здесь. Вот наша филармония в позапрошлом году отмечала 80-летие. Это очень показательно, потому что мы ведь можем отчитать это время назад и понять, когда она была основана, она была основана в 37-м году, 1937 год. Такой год-то, конечно, по многим показателям и по многим... Ну, когда говоришь 37-й... Простой. Да, когда называешь 37-й год, последнее, что приходит на ум, что это филармония основана, да, там другие... Ну, в 37-м году как раз на север очень много интеллигенции свозилось, ну, немножко насильно, правда. Вот о чём и речь. Понимаете, коннотации совершенно другие у этого года, да? И я понимаю, что вот филармония, по сути, это абсолютно такое образование вот сталинского времени. Понятны были мотивы, почему филармония создавалась тогда. Вы правы. Люди приезжали сюда не по своей воле. Соловецкий лагерь особенного назначения, лагеря в Акукахангеска, ГУЛАГ. Система его в основном была как раз здесь и в Коме-Республике, да? И, соответственно, вот пусть будет такое объединение, где все эти музыканты сидят под присмотр. Мы будем понимать, что они не занимаются какими-то своими делами, да? Всё должно быть контролироваться. И вот многие вещи с тех пор изменились в стране. Поменялись институты, поменялись инфраструктурные какой-то объединения. То есть страна перестала существовать, начнём с того. А вот филармония в том виде, в каком она существовала в 1937 году, она существует и в 2020 году. Это одно из немногих, что абсолютно не изменилось с тех времён. Это вот когда можно говорить, что у нас осталось как некий рудимент и артефакт советского времени. Вот филармония – это рудимент и артефакт советского времени. Ещё говорят, на Колумбе тоже там дом этот остался. Лучше вы кто. Нет, я-то рад этой позиции. Мне тоже хочется, чтобы музыка была всегда главной и так далее. Но, например, если бы я жил в Архангельске как слушатель, я бы с гораздо большим интересом пошёл бы на лекцию Сокурова и общение с ним, нежели на какой-то средний концерт классической музыки, который, как я понимаю, просто должен быть, потому что это концерт классической музыки, и он должен проходить филармонии. Удивительная позиция у вас. Удивительная позиция. Я на самом деле не ожидал. Я думал, что вы будете отстаивать, наоборот, что как же так? Почему? Нет, любой ценой, любой ценой, конечно, нет. Потому что мы же, как слушатели, мы посещаем довольно приличное количество плохих концертов, которых желательно, чтобы не было. Вот, я поэтому, может быть, это немножко провокационный вопрос, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, он с точки организации процесса для меня довольно логичный. То есть встреча с выдающимся актёром, писателем и так далее, действительно, для публики в городе может быть гораздо более интересной, чем очередной, даже больше, но проходной концерт. У тебя уже второй вопрос. У тебя уже второй вопрос подряд. У этих двух вопросов, у них есть один вопрос главный. А зачем нужна филармония в акаде? Я понимаю, что Корректор к этому подводит. Зачем? Зачем это нужно? И вы ждёте, что я отвечу. Согласен, не нужно, вообще надо... Нет, я скажу, если перефразировать, задать сам конкретный вопрос, я бы хотел услышать от вас ответ. Почему нужна именно классическая музыка в таком количестве? Это даже я про любой город говорю, в принципе. Почему мы должны вот её насаживать и отстаивать, не идя на поводу вкуса публики, которая там голосует кошельком, количеством и так далее? Вы сами, по сути, частично отвечаете на вопрос. Мы не должны идти на поводу у массового вкуса публики. Почему? Объясню, почему. Потому что, если мы дадим слабину и массовый вкус публики будет являться исключительным правом голоса, то тогда мы... Государство... Я скажу по-другому. Я вообще, на самом деле, по убеждениям, абсолютно либерал. Да, абсолютно либерал. Но, опять же, работая в бюджетной сфере уже три года, я понимаю, я стал, наверное, более глубоко понимать роль государства в культуре. Я понимаю, что вот эта роль государства в культуре является определяющим в чем-то, потому что какие-то направления никогда не смогут существовать без поддержки государства. Если не будет филармонии, не будет... По сути, филармония это инструмент. Это всего лишь инструмент, через который поступает государственное финансирование вот той самой сферы академической музыки. Если его не будет, она сама никогда в Архангельской области не выживет. А тут мы понимаем, что в ней работает в Архангельской филармоне порядка 80 человек. И хотя бы тут надо включить одновременно и гуманистический аспект. Мы что, этих людей должны отправить на улицы, потому что просто они в рынке не приживутся никогда? То есть здесь во многом существуют вне рыночные отношения, просто потому, что государство обязано поддерживать вот такие островки. Оно обязано поддерживать... Вот у нас есть Северный академический русский народный хор. Понятно, что он, если его выпустить в коммерческую... Если он станет коммерческой структурой, он проживет два дня, как и филармония проживет два дня. Просто потому, что все... То есть тот состав людей, которые там работают, он может жить только за счет государства. Государство обязано поддерживать культуру в таких проявлениях. Хотя, вы знаете, я вот думаю, филармония, она вот чем интересна и немножко странна. Вот подумайте вот о чем. Я недавно посетил вот какая мысль. Возьмем библиотеку, например, или кинотеатр. Ведь не существуют библиотеки, где только, например, детективы. Не существует кинотеатр, где показывают только фильмы ужасов, например. Не существует театр, где показывают только спектакли по Чехову. Почему филармония существует... Почему существует учреждение, где, по сути, существует только академическая классическая музыка, а вся остальная, которая существует джаз, там, рок, электроника, авторская и так далее, она ведь существует совершенно на вольных хлебах. Она не поддерживается государством, а слово, никак, да? Вот почему в свое время случилась такая ситуация, что государство поддерживает, например, всю литературу, весь кинематограф, весь театр, но в сфере музыки оно поддерживает только академическую? Скажите, может быть, сейчас вы ответите, и мы обрадуемся. Стало больше людей приходить на концерты? На концерты? Я сейчас про музыку говорю. К сожалению, должен признать то, что концерты классической музыки посетителей это константа. Это практически всегда константа. Я пытался эту ситуацию изменить, может быть, очень таким наивным способом. Я... У меня вот была изначальная задача... Вот, знаете как, это даже просто такой спортивный азар, интерес. Я хочу, чтобы молодежь пришла в камерный зал. Вот просто хочу, чтобы она пришла. Притом, что я сам могу что-то не понимать, но я вот... Вот мне объективно интересно их туда заманить. Как это сделать? Я понимаю, что вот просто сказать, приходите на концерт, если это не работало до этого, то если не применять какие-то такие необычные инструменты, то это не будет работать. Поэтому вот приведу пример. У нас орган. И люди просто... Вот на орган ходит опять вот константа, вот это такое число абсолютно... Мы его знаем, оно вот всегда не меняется. Один плюс, один минус. Если минус один, значит он просто заболел в этот момент, а пришел на следующий концерт. Я такой думаю, окей, органный концерт. Давайте мы пригласим музыкантов и сделаем концерт рок на органе. Пусть там будет Deep Purple, пусть там будет Queen, пусть там будет даже... Или Нагана, например, да? Да, да, да. Нагана, который будет в кирхе с органом вместе что-то там... Да, да. Я говорю, вот это будет... Мы сделаем такой концерт. Я вам скажу, мы сделали такой концерт, мы собрали два полных зала почти одной молодежи. Я видел каких-то ребят с дредами, с туннелями в ушах, которые пришли. О, клево! Что это такое? Тут на органе там переложение. Слушайте, это же Smoke on the Water на органе. И они такие... И они пришли, а я говорю, давайте сделаем так, чтобы они уже пропали в кирку. Давайте сделаем так, чтобы они выходили или заходили и увидели, например, афишу другого концерта. Ну, уже классического органного. И мы им показываем. Смотрите, вот у нас есть рок на органе, но помимо этого, вот давайте вы сходите на рок на органе, а потом вы придете дальше на следующий концерт другой. Не работает. Не работает. Это они пришли на рок на органе, сказали, классно, сделали кучу селфи, сфотографировали зал. У нас там еще такой видеомэппинг. Там на орган мы прям пускали. Там, условно говоря, на органе был Scorpions Wind of Change. И мы на орган запустили видеомэппинг Серп и Молот, который разбивается. Это было во всей прессе Архангельска. На орган видеомэппинг Серп и Молот, и хор детский поет Wind of Change. Ну, это хайп. Это хайп, чистый хайп был. Я думал, ну, замечательно. Вот, может быть, о нас услышали. Те, кто никогда не ходил на орган, сходили, посмотрели, зал хороший, у них кафе, можно выпить кофе, прийти с девушкой. Масса, как бы, таких вот потребительских привычек, которые можно начать нарабатывать. Но потом классический органный концерт и приходят все те же самые люди. А эта молодежь ждет следующего рока на органе, чтобы прийти уже только туда. Ну, вот, не работает. Пока не работает. А может, и вообще не работает. Дело в том, что среди современных композиторов, пишущих очень хорошую музыку, достаточно мало известных, очень часто по причине того, что отношение музыкантов, которые это исполняют, оно такое, так, ладно, ребят, сейчас за два часа быстро слепим, все равно никто ничего не поймет, вынесем, сыграем и закончим. Моя точка зрения, что очень часто современную музыку не слушают, потому что один раз послушав какое-то плохое исполнение, действительно, люди потом не ходят на это. Хорошо, скажите, пожалуйста, чтобы я смог ответить более точно, а под современной музыкой что вы имеете в виду, современную, академическую музыку современную? Ну, конечно, не, не про смог он это, конечно. Смотрите, у нас, как мне кажется, это наше большое преимущество, это недостаток, который, собственно говоря, переставит преимущество, вот та константа людей, да, у нас очень лояльная публика, очень лояльная публика, она может быть недовольна каким-то конкретным концертом, уйти и написать в книге пожеланий и жалоб, слушайте, ну, было ужасно, а потом прошла неделя, они соскучились, и они пришли снова, и это, конечно, плохо для нас, потому что это не держит нас в тонусе, мы знаем, что что бы ни происходило, люди будут ходить, да, люди будут ходить. Вот я как раз вот этот аспект всегда отдаю на откуп своим коллегам, потому что, не будучи музыкантом, я вот для себя четко решил, я не могу оценивать качество музыки, я могу его оценивать очень субъективно, в данном случае я не объектен, я субъектен, я понимаю, что вот мне нравится, и мне не нравится, но я при этом не понимаю, я не профессионал, я говорю, ребята, вот про качество исполнения никогда я не буду вступать в дискуссию. Например, у нас есть планерка. «Ой, это было плохо, это было хорошо». Я говорю, обсуждайте между собой и, будучи профессионалами, скажите мне, как это было профессионально, хорошо или плохо. Я могу слышать, но я слышу, точнее, я слушаю, но не слышу вот все те нюансы, которые могут оценить только профессионалы. Поэтому здесь это, наверное, одна из таких слабостей, естественно, для меня как руководителя, что я не могу оценить. Это был хороший исполнитель, это был не очень. Поэтому для меня все хорошо. Практически. То есть по кассе, короче, это непонятно. Вот приезжал к нам Московский ансамбль современной музыки, да, Масл? А у нас было в зале 25 человек. 25 человек. Это вот два раза они были. Первый раз 25 человек, второй раз 18, что ли. Люди у нас... Нет, люди у нас такие традиционалисты, консерваторы в данном случае. Им либо подавай, вот я говорю, рок на органе, либо подавай классику-классику. А вот все-таки в Архангельске... А в Северодвинске как прошел концерт у данного коллектива? А были ли они в Северодвинске? Я спрашиваю. У вас же всегда, я так понимаю, концерт в Архангельске... Нет, нет, далеко не всегда. Далеко не всегда. Вы знаете, вот по нашей филармонической деятельности, я бы сказал так, 90% всех концертов – это только Архангельск, только Кирха. Потому что люди, опять же, вот эти 350 человек в зале – это ведь и Северодвинск в том числе. Вы понимаете, к нам приезжают, например, приехал автобус из Северодвинска, 50 человек, и мы понимаем, что те, кто хотел приехать, они и приехали. Вот это 350 человек – это для агломерации. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. У нас Архангельский Северодвинск берется только, если приезжают условные Дима Билан. Вот тогда концерт в Театре драмы Северодвинска и концерт в Театре драмы Архангельска. Потому что тут два полных зала всегда есть. Получается, что нам скоро придется как-то в ножки бросаться попсовикам, чтобы они в свои программы включали какие-то классические произведения и как-то немножко рекламировали классическую музыку. Потому что тот же самый Дима Билан, насколько я знаю, вообще-то Гнесинку закончил. Я думаю, что мы справимся все-таки с попсовиков. Я настроен на оптимизм. С попсовиков. Василий, спасибо большое за разговор. Отлично. Спасибо вам. Больше у вас нет вопросов. У нас их миллион. На самом деле мы действительно не задали вообще практически ничего из того, к чему готовились. Очень жалко, да. Это сериалом надо сделать. Эпизод 1, эпизод 2. Мы когда приедем 17 октября, мы поедем домой к... Мы на месте, кстати, можем то же самое сделать передачей. На месте сделаем вторую часть. Котору Валерьевичу, да-да-да. Котору Валерьевичу. Он нас как-то приедет с удовольствием. Чтобы Максим не разручился. Так что... Я надеюсь... 17 октября, это знаете как, это вот такой... Теперь это что-то кажется из того будущего, которое наступит или нет, мы не знаем, да. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Мы вас очень ждем. А вы делаете что-нибудь сейчас онлайн каким-то? Музыкантам даете выйти в эфир? У нас очень жесткие ограничения в Архангельске. Невозможно попасть в кирху, невозможности репетиций, ни индивидуальных, ни коллективных. И мы показывали онлайн только записи, которые у нас были предыдущих крупных концертов. И вообще, конечно, онлайн это совершенно не тот вариант, который лично мне нравится. Тут я согласен с... Да, это я с вами соглашусь. А скажите, Аня Серова, она у вас там... Она же местная звезда. Она местная звезда. Она в Италии ведь сейчас, да. Она в Италии, да. Она там какой-нибудь... Не замутила у вас свой фестиваль там? Нет, она приезжает, она всегда выступает в своей альмаматор в Архангельском музыкальном колледже. Не в кирхе, она всегда там выступает. Ну потому что это... В кирхе она тоже выступала. Выступала, но вот и последний раз, когда она была, она была... Это был очень такой для колледжа важный, знаковый проект. Я понимаю прекрасно, потому что колледж должен гордиться своими выпускниками, и это, конечно же, для них очень-очень важно и значимо. Вы же с колледжем как бы должны быть... Да, мы с ними очень хорошо дружим, да. Единственное, мы понимаем, что большинство тех ребят, которые его заканчивают, они все-таки тоже... Из Архангельска очень большой отток населения, вы знаете, да, север. Поэтому колледж в данном случае не исключение. Музыканты точно так же уезжают, как уезжают врачи, инженеры, учителя, бизнесмены. Мы, к сожалению, регион с исчезающей миграцией. Он же музыкальный, он так и называется, да? Архангельский музыкальный колледж, да. А он под каким видением? Это тоже Минкульт. Минкульт? Да, Минкульт, потому что Минкульта в 20, по-моему, два учреждения культуры, и из них два образовательных. Это Музыкальный колледж и Колледж культуры. У нас небольшой блиц. Несколько вопросов, коротких и коротких ответов. Мажор или минор? Мажор, конечно. Музыка камерная или симфоническая для вас лично? Симфоническая. Филармония концертной организации должна быть на бюджете или на самоокупаемости? Только на бюджете. На самоокупаемости это невозможно. Невозможно. В архангельских реалиях, по крайней мере, невозможно. Согласен. Задача филармонии – это воспитание или развлечение? Воспитание и просвещение. Просвещение. Да, даже просвещение. Мне больше нравится просвещение слова. Оно более, на мой взгляд, глубокое и обширное. Отлично. И последний наш традиционный вопрос. Скрипка или альф? Вы закончили дипломатическую академию. Вам нет, как бы ответить. Нет, я как раз сейчас пытаюсь вспомнить навыки, собственно говоря. А не серого анальтиста, если что. Это подсказывает. Это подсказывает. Лопоносов тоже и захочет. Нет, давайте я все-таки отвечу. Отвечу все-таки, не будучи специалистом, скрипка. Спасибо. За все печатки, первый ответ скрипка. Потому что я больше был в Архангельске. У меня отличные преимущества. Думаешь, у всех, кто живет в Архангельске, скрипка связана с фабилей Шагарен? У многих, кстати, у многих, у многих, у многих. Я должен так сказать. Архангелы Городцы. Это Архангелы Городцы. Это один из частных вопросов в викторинах. Как называются жители Архангельска? Архангелы Городцы. Архангелы Городцы. Здорово. У нас, кстати, года два или три назад у нас был потрясающий маршрут с Трио Мехачатуряна. Но мы, по-моему, в Архангельске были с пианисткой, сколько мне с Трио. Мы сыграли концерт в Архангельске, сели в самолет, улетели в Москву и улетели в Лос-Анджелес. То есть у нас был Город по городам. Прекрасно. Понятно, понятно. Их два, да, их два. У нас город сейчас называют Лос-Ангельск. Лос-Ангельск. Василий, спасибо большое. Отличный участок. Спасибо вам, да. Спасибо большое. Ждем встречи. Все, увидимся. До свидания. Пока. Сегодня я хочу вам представить замечательного армянского скрипача Сергея Хачатряна. Я много лет уже слежу за ним, и каждый его концерт это для меня очень интересное событие, потому что любое его выступление всегда дает для меня пищу для размышлений и для анализа того, что он делает. А делает он замечательные вещи, и в принципе, по сути, это очень простая вещь. Он никогда не пытается показать себя, а всегда пытается найти свой взгляд на музыку того композитора, которого он играет. То есть, по сути, то, что мы все должны делать, и то, к чему мы должны стремиться. И на мой взгляд, Сергею это удается здорово, очень естественно и очень убедительно. Сегодня вы услышите фрагмент второй части знаменитого концерта Бетховена «До скрипки с оркестром», а внизу в описании к нашему видео будет ссылка на полную запись, как обычно. Желаю вам приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok